Тека-теека-тика-тя, тек-те-ка-тя, тё, тека-тика-тя, тек-тея, тек-те-ка, тек-те, оу, еэ. Здрасте! Подготовил ещё одну подборку нано-банок, на сегодняшний раз получилось прям мультижанрово. Crystal Warriors — практическая ролевая игра, появившаяся на свет в 911 году параллельно с серией Shining и созданная в самой Sega специально в поддержку своей портативной консоли Game Gear. Впоследствии также вышла и вторая часть под названием Royal Stone, ставшая одной из самых красивых игр для Game Gear. И на этом серия благополучно заглохла. Хотел бы я сказать, что игра рассказывает о событиях, чьих-то приключениях или вообще хоть о чем-то, но этого в ней практически не происходит, несмотря на жанр и дату выхода. Из сугубо текстовой сюжетной экспозиции, играющей роль начальной заставки, мы узнаем, что играем за принцессу в изгнании Айрис, которая вознамерилась отвоевать у сил зла земли, причитающейся ей по праву, и восстановить мир во всем мире. Мы никогда не узнаем о людях, сформировавших основной боевой отряд главной героини, и никогда не услышим от злодеев ни единого слова. Вся игра — это 16 миссий чистого и непорочного тактического мочилова. Основной и чуть ли не единственный механик из сражения в Crystal Warriors является система взаимосвязи стихий. Каждый юнит закреплен за определенные стихии, и его способность эффективно наносить урон и терпеть побои зависит от того, с персонажем какой стихии он схлестнется на поле брани. Вода бьет огонь, огонь, ветер, ветер, воду. А вот земле на всех глубоко — офиг, и у нее нет уязвимости или сильных сторон. К последней стихии, правда, причисляются, помимо главной героини и финальных боссов, только и без того хрупкие маги и лекари. Потому насладиться своей невосприимчивостью они в любом случае не смогут, больно получая по башке всякий раз, когда эта самая башка будет выглядывать из арьергарда вашей пехоты. Зато чародеи могут сами решать, магией какой стихии они будут бить. Ну, при наличии этой самой магии у них в арсенале, конечно. Отчего они будут сохранять свою эффективность до самого конца. Еще какую-то роль играют классы персонажей, но смысла в них не особо-то и много. Ну да, не получится на следопыта нацепить тяжелые латы, а какому-нибудь лорду подавай дорогущую алебарду. Но вся система экипировки настолько условная, что она легко может остаться незамеченной без значительных потерь для эффективности армии. Единственное исключение — персонажей, которые нанимаются за деньги, приходит в ваш отряд буквально галышом, и уж какую-нибудь экипировку на них нацепить все-таки придется, иначе проку от них на поле брани будет немного. А смерть в мире Crystal Warriors отдыхом в гостинице или магии, увы, не лечится. Погибший юнит навсегда выбывает из игры без права на второй шанс. Кстати, о магазинах. За победу надражескими юнитами героиня будет получать деньги, которые в промежутках между сражениями можно будет потратить на экипировку и магию или на найм новых персонажей в отряд. Последнее, что забавно, сначала объясняться в своих стремлениях пойти на фронт, являются бы чуть ли не единственные случаи говорящих героев во всей игре. Но я отвлекся. Crystal Warriors, на свое счастье или горе, построена так, чтобы вам никогда не хватало денег вообще на все, а если начать жадничать, то героиня рано или поздно упрется в довольно-таки жесткое ограничение на максимально переносимую сумму. Без единицы 10 тысяч здешней валюты. Подбор правильных комбинаций растрат финансов может привести не к одному рестарту всего прохождения. Другая интересная особенность тактически ролевого творения Сега — возможность захватывать под свой контроль побежденных монстров и использовать их в бою в качестве призываемых существ. Всего каждый персонаж, кроме почему-то магов и лекарей, может взять в охапку до четырех представителей местной фауны. Используются они по большей части в качестве живых щитов, если, например, на вашего юнита напал злодей со стихией, которой он уязвим, или же против вражеских магов, которые в ближнем бою очень любят баловаться магией, снижающей точность. Единственное, что мне показалось странным — ранее прирученного монстра нельзя отпустить в чисто поле, чтобы заменить его свежепойманом. Как только определенный персонаж наловит себе свою собственную микроармию из четырех покемонов, новые просто откажутся присоединяться. Придется с болью в сердце нарочно убивать хлюпиков об сильных врагов. В итоге мы имеем небольшую, но гордую и визуально довольно привлекательную по восьмибитным меркам тактическую ролевку, малое разнообразие механик которой компенсируется их логичностью и связанностью в единую структуру, с которой практически все можно прочитать или предсказать, если не слишком тупить. Маленькая игра, да удаленькая. Кэптэн Моргейн эндзе Гоуден Туртл Ну, чего уж тут скрывать. После прохождения всей серии Манки Айланд понесла нелегко искать еще какие-нибудь адвенчуры на каратскую тематику, чтобы расставание с глупыми, но веселыми приключениями могучего пирата, торговая марка, не было столь болезненно. Улов, надо сказать, вышел такой себе. Но на безрыбье сойдет все, что дары карибов преподнесли. Тем более, до этого я вообще ничего не знал ни о серии Соу Блонди, приквелом которой Золотая Черепаха и является, не о студии Визер Бокс и их скромном игровом наследии. А возможностью окунуться в неизвестность предебрегать нельзя, особенно когда эта возможность сама падает в руки. Впрочем, сомнения насчет игры тоже были. Тут одного только ее внешнего вида а-ля Винкс хватит для того, чтобы отреститься от любых попыток прохождения, списав все на шаблонные суждения Ну, это не для тебя, мужик. И пропустить очаровательное и по-своему умилительное пиратское приключение в компании Моргейн Кастильо, посвященное поиску тренинг-сокровищ, которые, по всей сказочной традиции, могут оказаться далеко не буквальным физическим объектом с буквальными физическими свойствами. Ну и попутно разобраться с развадом в семье, благо бисклета в шкафу в семействе Кастильо не обошлось. Иии, это point-and-click адвенчура со всеми вытекающими. Иди туда, прощелкай экран, собери все, что не прибито гвоздями, потом иди сюда и примени все, что собрал, а если не применяется, смешай друг с другом и примени результат. Ничего решительно нового для тех, кто с жанром не первый день знаком. И похвалить тут я могу лишь то, что авторы сделали понятный и лаконичный интерфейс, не сопротивляющийся попыткам игрока произвести даже самые базовые операции. Да и вариантов взаимодействия с обстановкой всего два. Подумать о ней и попытаться ее прикарманить. И Маргейн своей реакцией будет намекать, в правильном ли направлении вы движетесь. Умилительная же часть игры начинается тогда, когда она изо всех сил пытается сделать больше, чем в среднем по жанру в низкобюджетном секторе. У героини по ходу истории появляются коллеги, которых тоже можно напрячь какими-нибудь делами. В геймплейном эквиваленте они оказываются просто головами, лежащими у Маргейн в кармане, и применять их на обстановке надо как обычные предметы. Вроде и весьма элегантное решение, позволившее избежать переусложения интерфейса, но я не мог не хихикать с карманных братанов. Ну и аркадные мини-игры, вставленные ради того, чтобы немного разбавить поток загадок, работают на грани фола. С одной стороны, они предельно беззубые и не вызывают особых трудностей, но с другой, в них все такое небрежное, что порой казалось, что именно на мини-играх игра разойдется по швам. Загадки в подавляющем большинстве тоже не выходят за пределы человеческого понимания и не требуют от игрока какой-то совсем уж бессвязной последовательности действий. Обычно затыки случаются не там, где разработчики придумали что-то особо исподвывернутое, а в моменты... А так можно было? То есть, когда к делу подключается кто-то из команды корабля и его надо как-то применить по назначению. В остальном, чертовски приятное приключение для тех, кто изголодался по пиратским квестам с изрядной долей юмора. Причем, в отличие от похождений Гайбраша Трипвуда, которые порой скатывались в чистое оло-ло, юмор в золотой черепахе подается мягче и не уходит в оголтелое самовысмеивание. Валфарис. Пиксельный ранн'ган от Steel Mantis с повышенной концентрацией тяжелых металлов. Изначально брал игру исключительно ради того, чтобы изъять из нее музыкальное сопровождение и каких-либо геймплейных целей не преследовал. В конечном итоге любопытство взяло верх. Зря качал, что ли? И забойное кровавое месиво Валфарис пополнило копилку пройденных игр. Но не сразу. Ой, как не сразу. Скажу честно, по картинкам и видеороликам с ютуба игра меня, ну, вообще не привлекала. В смысле, вы только посмотрите на это месиво из разноцветных пикселей. Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Тут не то, что снаряды или платформы. Себя из поля зрения теряешь. Стоит только концентрации красок превысить предельно допустимую норму. А ведь Валфарис — это не какая-нибудь прогулка в парке, а игра с претензией, выливающейся в далеко не самое гуманное отношение к игроку. На практике же все оказалось далеко не так страшно. Я даже поражен тем, насколько хорошо герой откликается на отдаваемые ему команды и в целом ведет себя в пространстве. Чуть хуже дела обстоят с ответным огнем. Особенно, когда под огнем понимается, собственно, огонь, у которого нет внятной границы осязаемости и который даже после себя еще любит пожечь герою пятки после горения. В любом случае, авторы явно отдавали себе отчет в том, какую игру они делают, потому совсем уж нелепых проколов с отзывчивостью управления не допустили. Но самый сок игры — это, конечно же, пушки. И с ними в Валфарис все в полном порядке. Пистолеты, пулеметы, плазма, дробовик массового поражения для блестящих бедолаг и так далее. Арсенал средств причинения страданий тут сгодится на все случаи жизни и удовлетворит самый привередливый вкус. Пушки бахают так, как не бахал при жизни сам бах. А если какой-то ствол не бахает, он делает больно иначе. Например, огнемет, эффектно зажигающий на любом корпоративе. А где не справится огнестрельное оружие, на помощь придет верный меч, располовинивающий любого мелкого неприятеля с одного взмаха. Не менее важен и щит, способный спасти от бяки, летящий прямо в лицо. В своем базовом воплощении он прост и понятен. Врубаем и поглощаем урон за счет шкалы энергии. Сели батарейки — прощай щит. И второстепенное оружие, поскольку оно живет ту же самую шкалу. Куда интереснее использовать щит для парирования. Если поставить его ровно в крохотное временное окошечко, когда неприятельский снаряд уже щекочет щитину главного героя, то патрон примагнитится и при снятии блока полетит обратно в обидчика. А учитывая, что весь арсенал холодного и огнестрельного оружия можно еще и прокачивать, веселуха обеспечена. Эх, пойти, что ли, еще разок зажечь, раз уж вспомнил. А с мини-баночками я пока прервусь. А то делать три ролика подряд — это, конечно, стоящее испытание для голоса. Традиционно, ода благодарности вот этим вот ребятам, поддержавшим это безобразие на сервисе Boosty. Ну а пока, пока.